Общежитие по улице Островского у коммунальщиков почему-то считается проблемным. Как, наверное, и остальные пятиэтажки старой еще советской постройки, которым нужен капитальный ремонт. Но этот дом под номером 40 для управляющей компании УК ЖКХ сегодня обуза особенная. Жильцы как-то зачастились жалобами. Может быть, их решили проучить, может быть, за что-то наказать, но факт остается фактом. К 1 октября, официальному началу отопительного сезона, рязанцы привычно ежились и прятались под одеялами. Они даже посчитали, что управляющая компания объявила маленькую холодную войну. При звонке сказали, что, получается, на числа 13-го звонили туда им. Они мне, как даже не мне, другие люди звонили. Они сказали, что в течение недели мы вам дадим. Но ситуацию в час 16-го числа отдали и слили обратно. То есть в выходные люди на улице холодно, а люди мерзли дома. Сегодня, спустя 20 дней от начала сезона, тепло в трубах вроде как появилось, но платить-то придется за полный месяц, говорят жильцы. Обещаниям представителей управляющей компании здесь уже не верят. По весне нам сделали, поменяли горячие стояки. И сказали, что по осени будет холодное, и нам это не меняли стояки по осени. Ничего вообще не делать, пока ремонт в ужасном состоянии. Везде стены плесенью покрыты. Угол там в здании вообще отваливается. Об этом удивительном случае мы уже рассказывали в январе. Фасад здания рассыпался буквально на глазах. Кирпичи вываливались прямо во двор, рискуя ненароком кого-нибудь зашибить. Говорят, после нашего сюжета здесь выставили ограждение и даже пытались пробоину подлатать. Потом, видимо, передумали. Сегодня в управляющей компании называют эту почти снарядную пробоину общеквартирным имуществом и уверяют, вина полностью на жильцах. Эта история, она простая. То есть люди используют помещение не по назначению. Там нет гидроизоляции, они используют его как помывочную. Льют там воду сколько хотят и как хотят. И все это сделали то, что там себе без гидроизоляции. Вода затекает в плиту, она замерзает и разрывает кирпич. Что же касается тепла, то в управляющей компании нам сегодня заявили, двухнедельная заминка с обогревом не их вина. Так получилось. Тем временем в подъезде дома по улице Островского появилось новое объявление. С призывом прийти на общедомовое собрание, потребовать отчета и сменить управляющую компанию. Похоже, скоро пахнуть здесь будет не только плесенью, но и неприятностями. Кое для кого. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».